А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игр AlexStore. Ссылка в описании. Всем привет народ, с вами AlexFresh, мы продолжаем играть в Spintires и сегодня мы будем проходить карту Холм. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик! Итак, давайте начнем. Мы как обычно будем проходить это все на мазике, потому что на нем это все наиболее адекватно. Ох, нифига сколько тут всякой фигни у нас. Нужно и карту открыть. И все разведать. И погрузка рядом. Слушайте, может мы сейчас сразу один... Ой, не то. Один на погрузку зарядим. Так, есть прицеп под гараж. У нас гараж где-то есть. Вот тут снизу или сюда нам нужно дрова привезти или гараж там. Блин, что тогда делать? Давайте, наверное, все-таки на одном. Сейчас мы двинемся вниз. А, гараж вот здесь, снизу, слева. Точно. Точно, точно, точно. Так, а что у нас там было для гаража? Четыре очка гаража. Отлично. Так, а что мы можем еще прилепить сюда интересного? Козырек. Защиты всякие. Маячки. Усилитель. А, удлинитель. Рамы нет. Но, в принципе, тогда все. Так, куда мы поедем? Мы поедем вот сюда. Это внизу горы явно. Короче, вот сюда, а потом будет видно. Погнали. Хорошо прет. Главное, нигде не завалить. Интересно, а пилорам у нас... Мне что-то кажется, что у нас их две будет, а не одна. Фига себе разогнался. О, чуть не въехал. Капец, руль резкий. Ничего, сейчас все пооткрываем. А когда уже поедем за лесом, то там машины откроем, которые там сверху остались. А, я знаю, у нас там сверху гараж. Снизу гаража нет, сверху там гараж. Ну фиг с ним. Фиг с ним. Точно. Там, где куча машин, там гараж как раз закрытый. Что-то я тупанул немножко. Так, что там у нас по расстоянию? Уже справа точка. Так, короче, нам нужно вправо куда-то в кусты, судя по всему. А, нифига как дорога ведет. Я думал, мы по карте вот левее будем. Мак, вот справа вообще. Ой, топлива нифига нет. Так, а что там? Есть там техника у нас? Может, халява какая-нибудь? Нет, техники нет. Зато знаем, куда разгружаться. Так, нужно будет где-то заправиться. То у нас с топливом тут явно проблемы. А заправка? Блин, заправка тут может где-то быть в лесу. Так, отлично. Первая точка есть. Если есть заправка, то я сразу на нее. Заправки нет. Замечательно. Блин. Ну, поехали тогда направо. Может, до одной точки хотя бы доберемся. Потому что без заправки мы нифига сделать не сможем. Жрет как ненормальный топливо. Камни в воздухе. Ну, все как мы любим. Стандартная схема. Блин, капец он валит с непривычки. Так, сколько там метров? Не знаю, но мне кажется, там сейчас будет резкий спуск вниз. А мы себе воткнули наискось куда-то точку. Ну, пока что двигаемся в правильном направлении. Сейчас узнаем, что мы там интересное найдем. Так, где-то справа. Но мы вроде бы как сейчас начнем поворачивать немножечко. 75 метров. Вижу просвет. Предлагаю в него залететь. Ау. Больненько. Не, назад нужно. Пролез. Но все равно давит между деревьями. Чуть не хочет ехать, будто топливо закончилось. Но я вижу еще 85 литров. Так, отлично. Си255. Кстати, вот тут где-то заправка, по-моему, была внизу. Но вон там сверху-то понятно, заправка есть. Эту машину, кстати, все равно нужно открывать. Предлагаю сейчас к ней съездить. Единственное что... А, ну спустимся на повороте. Короче, 83 литра. Главное, чтобы хватило топлива. Это на сколько нам? На 4 минуты. Топливо у нас на 4 минуты. За 4 минуты нужно открыть машину. Дальше оно закончится. Дорога куда-то. Или это объезд, или вниз? Не, явно не вниз. Ну мы сейчас сделаем дорогу вниз. Так, надо справа ехать. Ух, нифига. Куда я собрался? Ну погнали. Была не была. Ёпты. Офигеть. Это чертовски опасно так ездить. 65 литров. Топливо заканчивается, надо спешить. Тихо. Аккуратненько. Ни черта не видно тут. Я его в последний момент заметил. Так, направо. Ёлочка, прощай. Так, сейчас чуть правее сюда. Ой, аккуратно. Дерево объедем. Давай едь. И налево. Хлоп. Так, машину открыли. Отлично. Не жрет? Ну такой, копейки. Так. Так, так, так. Блин, я не помню, есть тут заправка или нет. Потому что память смешана за счет SnowRunner и ModRunner. Ой, за счет Spintaris и ModRunner. Поэтому я не могу точно сказать, есть она тут или нет заправка. Но мы проехали очень мало. Прям чертовски мало. Короче, ты поехал в гараж. Еду, пытаюсь на следующую точку. Да, да. Но выхода у нас другого нет просто. Погнали. Хотя выход есть такой, что открыть вот здесь гараж. И все. И не страдать фигней. Заправиться там и поехать. Но единственное, что чуть другой дорогой. Но можно доехать. Ладно, погнали. Потом мы это все сделаем. Можно будет даже с тем прицепом поехать. Выглядит вроде норм. Так, на сколько нам сейчас хватит? Ну, на одно, на две. На одно точно хватит. На второе, если повезет, хватит. Плюс мы сейчас чуть будем наискось ехать. Там вроде бы себе поставили точки, как мы проедем. Так, что, до этого тут проскакивали. Сейчас зарываемся. И расход 25 литров. А, я с полным ехал до этого. Понятно. Полтинник с полным. А я тут говорил 20 литров расход. Так, я буду полный тогда по асфальту вырубать. Пусть лучше он. Ну, десяточка. Отлично. А с полным? Двенадцать. Вместо восьми. Короче, по возможности мы им не пользуемся. Пока что. Пока мы не заправились. А щепки летят. Хорошо ползем. Так, ну тут нужно будет по полю. Но тут можно застрять. Но я все равно буду пытаться. Потому что я помню, что я всегда тут ездил по полю. По-моему, всегда это был маршрут не очень хороший. Но я всегда двигался по нему. Так что прям сюда. Ну, кстати, нормально идет, не проваливается. Удивительно. Так, слева вижу просвет. Предлагаю прямо в него заскочить. Уже 140 литров осталось. Так, что просвет уже не такой просветленный, просвещенный. Давай. Тут чуть-чуть осталось. Черт его знает, где она вообще есть. Капец какой-то. Я туда хоть доеду? Мне кажется, дальше этой точки я не смогу доехать. О, река. Погнали в воду. Слушайте, а может топливо есть? Нет-нет, только ремонт. Вдруг всякое же бывает. Кузов-то явно нестандартный у нас. Но вдруг там реально будет заправлено сходу. Так, точка есть. Мы зарасходовали всего лишь 80 литров на нее. Что уже весьма неплохо. Есть шансы, что до следующей доедем. Заправка. О, заправка. Так, на заправку мы сейчас можем очень технично спуститься вниз. Прям вот сразу вот отсюда. Предлагаю попробовать. Тереть нам нечего. Плюс мы один раз уже спустились в горочек удачно. Поэтому я рассчитываю, что здесь мы тоже сможем это сделать. Хотя можно было бы слева поехать и точно нормально спуститься. Но вы же знаете. Так, но мне нужно держаться левее. Как раз так, как будет вести меня эта тропа. А, так тут прям абсолютно нормальный спуск. Главное равновесие удержать и все. Так, ничего страшного вроде как нет. Деревев, правда, много. Ого. Это что было? Ёпты. Что происходит? Дерево поднимается. Надо на него наехать тогда. Офигеть. Оно реально могло меня прокинуть. Так, ну на один уровень мы спустились, но по-моему нам еще ниже. Ох, нифига. Там просто через лес наискось. Эта линия ведет. Так, куда нам вправо? Давайте вправо, наверное. Слева там такой обрыв какой-то непонятный. Так, я что-то вижу. И окажется, что ты... О, заправка. Мы приехали так быстро. Отлично. Ты смотри-ка. Замечательно. Так, сейчас нужно вот позаливать все баки себе. Которые есть в этой игре. 5 тонн лупанули, да? А 6 тонн, нифига. Отлично. Так, следующая точка. Ставим отметку. Потом следующая. И следующая. Последняя. И все. Дорога есть? Есть, отлично. Погнали. Так, ну топливо заправили. Теперь можно ни о чем не думать. А, но можно думать о том, что дорог нет. И как-то нужно пролазить тут по лесу. Мне что, наверх или она на обрыве? Нет, она прямо. Все нормально. То я метку так криво поставил. Хорошо. Потихонечку тогда двигаемся. Чпоньк. Готово. Так, машин нет, но мне получается в идеале вернуться на заправку. Так как мы сюда и приехали. И поехать обратно по ней. По ней. Через нее. Мостик на другой берег. Ну аж точно не сюда. Не, ну явно не сюда. Потом где-то пересечем там. Где-нибудь найдем. Будет, конечно, эпично, если это не на этом берегу. Это уже такое. Нам не привыкать. Главное, что мы залили 6 тонн и все. Нам теперь главное нигде не перевернуться. Это вдруг потом этот сольют у нас в гараже. Работнички. Я, кстати, не помню, если мы тут заправлены, сольется топливо или нет. Потому что сноураннере, по-моему, не сливается. А здесь я не помню. Сливается, не сливается. До стандартного уровня. В 200 литров. Едет тупит, тупит. Вон раз просто его прорвало. И полетел. Во, вижу. Блин, я помню это место. Так, нам хотелось бы сейчас пересечь реку. Потому что там какая-то тачка. Зилок, что ли? Б-150 или... А, Б-130. Б-130 нам прямо. Давайте попробуем пересечь реку. Те, это мы точно пересечем. Вот вторую, не знаю. Но типа дорога есть. Ого. Хорошенько нырнул, конечно. Но тут сейчас, наверное, то же самое будет. Нет, тут не так серьезно. Но нырнул прям капитально. Елочка, дратайте. Зелочек с гаражными частями стоит ничейный. Отдыхает. Так, ну... Дальше просто как-то... Ой, проваливаемся. Дальше как-то просто двигаемся и там дорогу себя найдем. Наверное. Ползем. Так, ну вот налево дорога какая-то уходит. Нет, это не дорога. Сделали вид, что это дорога. Ну, точка явно там в кустах. Че, как думаете, там будет нормальный въезд? Так, тут въезда я не вижу. Короче, думаю, найдем нормальный въезд. О, че это такое за дорожку тут? Давайте тут попробуем прокатиться. Мне просто интересно, что это такое. В деревья пока не попрусь. Не хочу. Прикольный объездик тут. Вон точку вижу. Ну, в принципе-то топливо много и не нужно. Мы уже почти всю карту открыли, а тут... Ой. Фига себе. Потратили всего лишь 300 литров сейчас после заправки. А, ну хотя заправка тут была 2 метра от нас. Блин, надо все-таки двигать в лес туда. Я не вижу дорог налево. Я не вижу дорог налево. Все-таки нужно было в пеньките пихаться. Хотя, блин, я же как-то проходил. Я туда лазил на каком-нибудь на зилке или на кразе. Я не знаю на чем. На стандартной технике. А тут на заряженном мазе я боюсь заехать в пеньки. Блин, нифига тут говнина. Давайте вот тут просветик какой-то микро есть. Предлагаю сразу залетать туда куда-то. В этом направлении, так сказать. Сейчас дорогу небось найдем на туре. Дорога тут есть. Ба-бах, корчуем все. Кстати, нормально корчуют. Все, все, все. Так, тут ручная погрузка. Там автоматическая точка разгрузки одна. Ну и все, мне больше нечего сказать. Наша цель куда? На заправку нужно будет заехать. Спускаться. Ну, конечно же, по этому серпантину поедем. Можно было бы тут спуститься. Но, блин, гораздо интереснее. А, вот полный бак. Так, нафиг тогда мне эта заправка нужна. Едем туда куда нужно. Топлива хватит. Так, полный врубаем. Плюс у нас там тот мазик есть. Сможем с него заправить, если что. Блин, давно не катались тут. Я помню, это самая такая интересная карта была. На ней ездили не раз. Вот этот спуск, конечно, серпантинчик. На котором выруливать приходится постоянно на КамАЗе, на каком-нибудь... ...в 10 подходов. Или приемов. Ух ты, блин. Нифига я разогнался. Хотя можно было и там, наверное, спуститься. Тормоза хорошие. Мне нравятся тормоза. На этом МАЗе. Ну, вообще, наизи. Но в Мадранере тут размашистый спуск, конечно. Не такой мощный, как здесь. Прицеп, как холодец. Так, как там фары? А, аж понял. Забыл уже. Слепят, нифига не видно. Так, летим в гараж. Там все цепляем все, что нужно. И... За дровами. Удар. Мягенько. Но подпрыгнул неплохо. Офига себе, на камнях тут реально прям воздух подлетел. Фризонова. Подгрузка ночная. Так, ну, мне вряд ли налево. Потому что, по-моему, мне направо. Да. Да, черт возьми. Так, замечательно. Теперь, что мне нужно? Мне нужно удлинитель рамы. Есть. Прицеп на 4 очка. А, седло надо убрать. Сцепка. Седло, понятно. Платформа на 4 очка. Все, поехали, поехали. Так, а куда мне, собственно, ехать? Ну, две машины мы сейчас откроем. А, ну, эту дорогу мы и так знаем. Короче, сюда. А тут как мы поедем? Тут же, кстати, подъем конченый просто. И это будет интересно. Поедем по нему. А дальше нельзя. Ну и фиксим. Погнали. Зелочек на цепях. Еще один зелочек на цепях. Блин, вот тут я помню, так страдать можно на стандартном транспорте. Потому что эта дорога просто проклятая для стандартных машин. Тут тупо двигаешься только на лебедке. Ну, он даже, в принципе, мазик тут с трудом двигается. А тут просто, когда берешь цепку еще под лес, ну, это вообще капец. Потому что вот эта вся дорога, это, в принципе, сплошная траншея. Прямо до... Не знаю, как его назвать. До озера, до того или до речки. Видите, маз даже не едет. Еле ползет здесь. Так, стараюсь немножко с краю ехать, чтобы хоть какой-то зацеп был. Даже его не хватает. Тут, кстати, по-моему, можно справа проехать и даже не почувствуем. Давайте справа попробуем прокатиться. По-моему, реально тут справа проезжаешь и не замечаешь, что ты тут ездил. Тут должно быть норм. Да. Отлично. Память не подвела. Так, погрузка уже не так уж и далеко. Рядышком. Сейчас со спуском, может, даже разгонимся. Единственное, что топливо, конечно, жрет столько, что, я не знаю, мне хватит доехать или нет. Там, надеюсь, хватит. Ух, вот это скорость. Вот это полетели. Главное, нечего не цепануть по пути. Все, сам замедлился. Я ничего не делал. А газ вообще не отпускал. Полтинник расход. Просто расход полтинник у нас сейчас. Офигеть можно. Еще и пятая передача. Ты в своем уме вообще? Давай сбросим на первую. А то мы тут сейчас зароемся. Так, где там наши дрова-трубы? Погнали. Только хотел сказать, что выезд нормальный, начали сразу проваливаться. То есть, виду тверденький грунт. Но, видимо, не совсем. Так, ну, смотрите. 200 литров у нас ушло выехать из гаража. Открыть гараж. И загрузиться. 200 литров. И это мы проехали... Ну, если наискость, то... Четвертую часть карты. Ну, то есть, от одного конца до другого. Не наискость. Ой, что там происходит? Пенек? Не, не пенек. Дерево меня так подвинуло. А тут, получается, нам нужно два таких куска проехать. То есть, 600 литров. Но останется 200 литров нормально в целом. Должно быть. Ну, полтос это, конечно, сильно. Короче, первое у него, походу, самое тяжелое. На второе переключается. Уже начинает более активно двигаться. Такое, что потенциал есть переключиться на третью. Но первое прям... Тут будто у него затык какой-то. Так, тут, по-моему, только справа безопасно. Но мы все равно сейчас должны зарыться где-то. Через лес я, наверное, не поеду туда. Фига тут следы. А, это ж я тут и проезжал. Смотрю, думаю, ого, тут нарыли. Это ж я тут ездил. Там где-то наш грузовик стоит в кустах. Точно. Это мы аж до сюда доехали. И вот следы наши как раз. Раскатанные. Сейчас мы еще туда дойдем до реки. Реку пересечем. И будет проклятое место там, где... По-моему, там куча камней и куча деревьев. Говнина просто мощная. Или беднуться типа есть за что. Но там такие... Такая обочина, что она на возвышенности. И, блин, можно просто налегке там опрокинуться. Что из-за деревьев, что из-за камней, что из-за обочины. И лебедки. Самое такое неприятное место там. Ну-ка. Без фар тоже хорошо видно. Погружаемся прям так. Так, мы приехали. А, мы приехали к этому озеру. Нужно как-то по нему прокатиться. А дорога... Что, только влево? Я думал, тут можно ездить. Ну, сейчас что-то придумаем. Я не планировал налево. Я планировал туда, направо. А, ну, смотрите, следы есть. Кто-то катался когда-то. Единственное, что не за что лебеднуться будет. Так, а где у нас выезд? Ну, типа на точке образно. Камушек под колесами, наверное, пропустим. Ой, не, это было зря. А, там справа дорога. Так, что, по глубине вроде норм с виду. Ого. Фига себе норм. Так, нет, надо между деревьями. Если поеду с краю, то я утону. Потому что прокинусь. Дерево. Надеюсь, оно прицеп не остановит. Который торчит из земли. Это вдруг кто-то не заметил. Ныряем. Нормально. Без проблем. Отлично. Так, потратили 100 литров на этот проездик. Вообще фигня. Ни о чем. Получается, снизу тут карта. Ой, карта гараж. Это в модранере, значит. На этой карте. Что там, блин, в воздухе? Что происходит? Это выглядит стремно. В смысле? Такой нормальный мостик. А где штата говнина? Что, в модранере, что ли? А-а-а-а-а. Я не туда поперся. Прикиньте, мы этот, засейвились. Вот тут говнина. вот здесь вот и вот этот вот подъем дебильный на который всегда фиг поднимешься а я получать поперся по непонятной дороге сейчас прикольно но то есть смотрю типа ну местность какая-то ну мы не тут должны быть я просто места перепутал понятно но в целом карту все равно пройдем но я реально думал что мы там поедем но получается так что мы даже себе облегчили работу и путь что не придется там подниматься так а дальше у нас нет метки то метку нужно поставить 800 метров но тут кстати угол подъема сильный такой что он даже мазик еле ползет и поворота хорошие лебеднуться не за что чисто такое для мощных грузовиков заднее правое колесо начинает жестко проваливаться не все выехал кстати расход небольшой на удивление вроде бы ему тяжело должен сейчас под нагрузкой тенон хавы типа там и по асфальту катаемся по ровной дороге просто едем сейчас только наверх выползем сразу полтоз будет короче чем легче ехать тем больше расход интересный прикол не обращал внимание это получается у нас это четвертая карта в спинтайросе это первая на которая обратил внимание на расход потому что он красным сразу светился у нас нам получится повезло что на заправку еще не пришлось заезжать так ну что по моему пора разгоняться типа расход упал до десятки он раз переключился на второе но тут часа думаю 3 долбанет расход 30 он не переключается прицеп прям траншею там копает по всей дороге причем мы проезжаем а прицеп реально тому роют все как якорь какой то что не переключается чё с тобой не так может же ехать дорога хорошая но не хочет ну ладно главное что едем это уже хорошо так а что у нас по времени по моему светлеет немножко или нет или это просто мы были в низине где-то тут повыше чуть посветлее так а тут нужно будет найти себе дорогу какую то справа наверно проедем по-прежнему вторая видимо за счет груза и прицепа так надо посмотреть но в принципе можно по этой дороге проехать и выехать на стык или тут попереться по этим непонятным ручейкам давайте наверно по дороге или по ручейкам не он там по моему густенько прямо давайте налево да реально светлеет так вторая пошла хорошо 13 литров блин не чуть-чуть оставалось до переключения четвертая 4 3 даже не заметил и мы приехали нормальный ручник плотненький такой так разгрузить разгрузить 7 из 7 2 из 6 из 6 все четенько 0 часов 40 минут все задания выполнены отлично ну что народ ну такое получилось у нас прохождение надеюсь вам понравилось не забывайте подписываться на мой канал все ссылки будут в описании под роликом с вами был алекс фреш и всем пока пока не забывайте подписываться с вами был александр снимando александр